Здорово, стратегические ЖЖК, опять ФФАшечка в Норсгород, два ворона у нас, блин, две лошади и олень, волк, вепрь и быкующий я, как всегда, блин, два ворона, не знаю, что люди заставляют за ворона, понимаете, такой, такой клан в Норсгороде, он сейчас прям не супер, который побеждающий, я уже, по-моему, говорил, что сейчас лошади на самом деле крутые, ну, господи, как они могут задолбать всех на карте, просто это какое-то, знаете, такое ощущение, что сейчас воронов берут какие-то люди, которые любят всем вокруг доставлять неудобства, это вот раньше была змея такая, человек, играющий в ФФА за змею, тоже очень здоровый, причем в ФФА за змею, это прям стопроцентно ты победить не можешь в ФФА, но люди брали змею и соседей задолбывали, а вот ворон теперь не соседей задолбывали, ворон может всех на карте задолбать, но при этом kill ravens first написано, да уж, сложновато, когда их два на карте, но мы попытаемся, конечно, так, у меня такое ощущение, что у меня нету второго берега для для гавани, или вот тут все-таки будет третья область, ладно, посмотрим и скаутов поставим ну, пока чисто сидим, развиваемся, посмотрим, что у нас в соседях, ой, не в соседях, что какие у нас тут клеточки, тут явно на дерево будет клеточка раз, два, три, три соседних ну, пока вот то, что у нас нету еще одной территории для гавани, это, конечно, неприятная фигня я уже чувствую ну, это хороший, конечно, сразу поставим рыбу, сразу поставим дерево и сразу будем еще и железо добывать за счет этого ну, понятно уже один ливнул по-моему, это, кстати, ворон был вот что людей заставляет в рейтинговую игру приходить играть на рейтинг и ливать отсюда прям а хотя, может, перезайдет еще что, я его как бы в начале то есть, очень странно, что он ливнул он явно еще даже одну только территорию мог открыть то есть, рановато так, вот этот тупичок у нас, да руинка есть ну, в принципе в принципе, неплохо играть можно, вот только а, так слушайте, у меня тут и тут прохода нету фак так то есть, у меня уже точно нету места для берега это, конечно хреново честно говоря ну, ладно, попробуем попробуем как-то вырулить заберем эту территорию, тут руинку, тут поставим военный лагерь гавань я все равно сделаю, но я не буду, вот, в техах не корабль строения буду брать а чеканку буду брать ладно, вырублю свою ружу блин, нам еще и домики надо где-то поставить ладно, ну пока у нас а, вот видите, перезашел ну, слава богу потому что, да, как бы рановато ливать-то ты еще то есть, он просто даже только одну территорию мог по времени открыть что зря на чувака погнал рановато так, давайте думать значит, сначала надо все-таки гавань ставить блин, я уже думал, сейчас у меня не влезет еще и гавань сюда никуда прикиньте было бы тупо деньги у нас все равно будут все равно, наверное я просто думаю, с чего он начинает наверное, дом надо будет ставить сначала здесь а этого сейчас он откроет и я сразу его на камень науку добывать надо, конечно, зачистить этих волков то есть, пока с торговым постом можно не спешить как бы немножко деньги есть а с другой стороны что нам еще строить ну, то есть, там тут мы можем построить торговый пост дом и военный лагерь дом, пока у нас 8 жителей нету смысла лекарь я здесь построю ладно, давайте, наверное зато другой ливнул прикиньте, а другой о господи ну, хоть этот как его, рэйвен ворон ливнул так, уже 9 жителей можно, наверное, сразу и домик второй ставить так, здесь берем чеканку хоть ворон полегче будет немножко так зачистим, значит, этих волков забираем область а, слушайте, знаете что? у нас нету второй территории с едой вот в чем проблема то есть, она, конечно, где-то здесь будет но в начале, видите, мы будем немножко страдать от отсутствия еды и даже овец овец нету фак тут нам 80 надо может пока отменить дерево и науку нам надо 80 быстрее набрать изобрать эту территорию ну, в общем, надо идти во-первых зачищать раненых тут буду терять потому что тут я вижу, вон волки ходят если они будут нападать я буду надеяться, что они раненых съедят так, два месяца я, наверное, здесь построю лекарей когда зима наступит нам надо будет лекарей построить и добычу железа и потом, наверное, все-таки торговый пост и на этого, на научный камень тоже зимой отправлен надо сейчас еды побольше насобирать кстати, торговый пост возможно, здесь можно поставить в чем прикол до этой территории невозможно добраться не убив центр ну, если центр убили то мы проиграли в общем-то, да это значит, что просто вот до этих строений тупо пока ты не проиграл ну, конечно будут сюда нападать конечно же не там, где я собрал всех раненых а там, где их нету твари то есть, вот тут лекарей 100% тут и торговый пост 100% тут надо будет поставить так, давайте я сделаю вот так предварительно поставлю и вот так начнется зима отправлю строить тут все на камень и скаута так, по науке я пока первый иду ну, это благодаря руинки все-таки ведь я мало на камень отправлял все, поехали так ну шумышка застряла так так и скаута слушай, ну, может даже и торговый пост можно поставить я думаю сразу не откладывая в долгий ящик потом мы здесь даже рынок можем поставить заодно потому что они друг на друга влияют если и хапать опять но этот уже покидал игру что у него там за проблемы с соединением значит, тут олени не олени все волки тут еще и олени вот вторая а, нет, тут медведь то есть вот эта территория они туда и туда могут бегать но, блин, решили сюда блин, как странно вообще тут вот тут проход есть здесь вот точно нету прохода я вижу то есть это тупик сто процентов сейчас я проверяю что тут не пройти мне бы еще найти с кем торговать в этом торговом посте хотя с другой стороны мне нечем торговать ну, блин, вот почему он сюда бегает ну, вот расскажите мне блин, главное я выбрал еще управление ни хрена просто в последнее время Норсград раздражать стал просто какое-то вот управление такое пластилиновое стало знаете, как будто с какой-то задержкой все происходит так, надо опять на на добычу еды конечно, жалко, но с минус десятью не очень будет минус пять хотя бы сейчас будет минус пять по-моему вот это мы переживем ну что, давайте всех раненых сюда переведем вот сто процентов они сейчас следующие волки будут сюда нападать не, нормально пережили зиму сейчас чуть-чуть буквально минус будет чуть-чуть все и этого на камень наверное а вот слушай, давайте центр попробуем открыть первыми я, конечно, понимаю это не совсем в стиле быка но 50 славы это 50 славы блин, вообще даже нейтралов не вижу с большим с большим с большим удовольствием открыл какую-нибудь территорию нейтралов чтобы с ними торговать например деревом ладно давайте может на науку мы реально отстаем по науке да, минус 4 но сейчас вылечит этого лекаря у нас плюс опять станет да вы прикол то есть я убрал раненых и сразу же нападение пошло на ту территорию где раненых нету и вот как это не читами от игры считать будто разработчики прописали что эти волки чекают ага где у нас нету раненых чтобы не убивали то есть они знают эту стратег ну почему то есть а почему не дать игроку это сделать ну вот почему не дать е ну нормально 50 получили я пока видите стою не зачищаю от волка ладно я думаю уже пора все таки чтобы как можно меньше раненых получил ну если как-то сказать полоса ранений было как можно меньше вот так ну и несчастье мне нужна еще одна область но я в первую очередь вот эту область заберу а не эту потому что здесь олени у меня с едой проблемка колонизацию сначала открыть прежде чем забирать так ну понеслась я наверное даже воина сделаю объясню я его наверное все таки этот просто вышел в итоге ну два ливера сразу в партии зашибись ну мы сейчас науку будем получать вот за счет военного ремесла мы за убийство всех получаем славу и науку то что мы наверное быстрее откроем немножко потом соберем что давайте может убьем не убили фак ладно не хочу его лечить так сначала блин мы еще даже не открыли нам надо будет еще одного воина сделать в итоге все открыли колонизацию почему потому что вот сейчас нам за каждого не поселянина есть бонус к производству который зависит от размера армии под вашим контролем то есть размер армии это количество воинов где у нас тут вот пускай пока волки появляются вообще не беспокоит так здесь кстати надо склад поставить еще потом еще здесь склад поставим да блин надеюсь они сюда нападут ах хотя у меня там торфин ладно пофигу куда-либо сюда либо а еще могут они сюда вот сто процентов сейчас сюда нападут вот смотрите нет все-таки туда побежали ладно с этой неприятностью мы разберемся любимый зритель если тебе нравится видео то поставь пожалуйста лайк и оставь комментарий кроме того где-то либо здесь либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети ну а если ты все еще не подписался на мой канал то конечно же подпишись можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков патрициев а некоторые видео раньше чем для других зрителей кроме того появилась функция супер спасибо где-то под видео это как донат только не во время стрима а только этому видео всем спасибо за поддержку так воина надо сделать такие или пока не то есть он все равно бонус будет меньше давать к идее чем если бы он собирал на зиму можно сделать вот тогда я думаю надо ставить здесь уже добычу камня сколько мне тут надо чтобы забрать 110 может все-таки пособирать сначала еду чтобы вот эту территорию с другой стороны мне та территория пока я тут добываю камень особо не нужна а то что тут волки будут появляться так не в плюс я их буду убивать и науку со славой получать так что наверное потерпим наверное кузницу здесь поставлю я вот так подумал нам тут осталось буквально чуть-чуть чтобы градостроителя открыть и получить камень и железо денег денег мало капает но я думаю я здесь рынок поставлю и плюс надо найти с кем торговать все он появился вот каждый волк пять науки две славы чем плохо ну блин вот именно подальше которые должны сломаться так отремонтируем вообще старт тяжеловатый честно говоря что мы здесь откопали топот урон по площади увеличивает скорость передвижения по нейтральной или вражеской территории на 20% ну такое ну я уже и по науке третий там кто-то я думаю что первый это ворон скорее всего видимо повезло с гаванями обычно это ворон так ломит блин вторая зима я до сих пор еще не открыл ну медленный медленный старт из-за того что нету гаваней у вас соответственно медленная наука понимаете одна гавань не вывозит ну должны добивать убийствами получается нам будет эту площадь забрать она увеличивает скорость строительства восстановления и ковки на 30% особенно ковка тут важная штука так немножко раньше времени кузницу построил получается ну что поделать надо было зимой начинать строить на самом деле сейчас мы получим тут железа много кстати может пойти может пойти это железо сразу тоже добывать почему нет ну зима зимой лучше в поселянах не держать они слишком мало добывают всего вообще лучше в поселянах не держать но это невозможно прям чтобы у вас не было было куда их назначить постоянно так значит в кузню здесь улучшаем сначала торговца потом дружину дальше наверное ратушу улучшаем территорию развиваем развиваем улучшаем торговцев о вот тут кто-то за нейтралы а вот это сосед мой а вот это нейтралы с ними хоть торговать начнем так давайте сюда торговца в торговца одного отправим здесь добычу железа хай так наверное рыбаков надо будет улучшить блин мне бы еще где-то алтарь поставить может я алтарь наверное вот здесь поставлю у меня денег на него нету блин значит рынок сначала сделать потом алтарь очень медленно у меня сюда да и торговать мне нечем с нейтралами наверное надо еще одну лесоруб а это блин а это эльфы а с эльфами я только железом могу торговать вот в чем прикол черт все плохо короче очень мне моя мой старт не нравится так сколько еще нам тут надо 100 дерева чтобы рыбу улучшить минус 6 уже как вот кстати вот сейчас у нас улучшим рыбу у нас реально поселян не будет о это хорошо мы этих зачистим полюбасу так отправляем обратно кстати походу у меня сосед ливнул так выглядит во всяком случае блин минус 12 не минус 5 там просто воевал оленевод так и сюда вот посмотрите видите с темными эльфами можно а нет дерево принимают они почему-то еду не берут а я просто минус 2 их а че уже минус 2 было плюс 3 только что что за фигня ладно давайте рыбаков улучшим к сожалению надо улучшать пошли волчат забьем пора уже территорию присоединить но у нас нету еды нифига для этого блин разовьем зону блин у нас всего всего мало да эту тоже разовьем нет давайте вот эту с едой сначала а потом эту вот а 15 железа мы уже на релик сохраним так че стоим можно свалить сколько нам надо еды 110 видите минус по несчастью идет нам хоть надо две области эту и эту забирать чтобы в плюс выйти но вот это забирается за науку я думаю что мы ее заберем чтобы релик быстрее выковать так все давайте наверное я воина сделаю чтобы зачищать я вот эту хочу уже зачистить чтобы достать родовое снаряжение оттуда ну это и науку даст много славы там науке еще и мобилизацию прокачали да блин а этих я не хочу зачищать потому что тут ну это короче вот эта территория явно моего соседа грубо говоря это он должен зачищать и он скорее всего забирать будет так зачем мне ему помогать так надо так сделать в первую очередь воина видите какой-то лак был воина вылечил чтобы он полный урон наносил но сначала мы вот эту территорию забираем потому что нам важнее чтобы камень был кроме того если мы эту заберем то вот это дороже будет забирать в еде стоить будет в еде дороже у нас как раз еды не хватает блин уже шесть несчастных фак я могу конечно опять убить воина но блин хочется уже немножко дотерпеть и забрать эту территорию да явно вот тут у меня сосед был который ливнул о вепри у нас здесь кто вообще лидер а это все таки вепрь лидер по науке ну у вепря конечно есть но обычно так за вепря не играют уже это раньше когда-то вепрь там офигительно развивался в начале так сколько стоит 70 науки забираем пошли теперь вот этих зачистим так значит блин может подождать 300 монет и поставить этот алтарь канунгов так здесь я хочу рынок сделать тут у нас военный лагерь будет еще блин все метающие купе очень неприятная конечно хрень да хочу алтарь канунгу сначала поставить 300 монет осталось накопить просто он будет давать еду нам так необходимую плюс мы уже практически до 500 доведем а уже после алтаря канунгов можно и релик поставить выковывать для него просто меньше требуется у него 100 монет думаю мы быстрее его накопим а слушайте он 10 железа еще решил что он 15 10 железа так давайте наверное тут стоять все эти будут набегать периодически и можно уже военные лагеря строить я думаю потихонечку вот тут 16 не добавит несчастья я просто знаю блин кто тут драугр хотя что мы второе взяли увеличивать защиту на 10% и здоровье на 25 теперь каждые 200 славы алтарь будет давать по одному счастью еды древесины золота и предания так здесь военный так и здесь наверное релик уже начинаем окей ушки так релик и вот здесь добычу камня это опять зимой когда будет вот я всех отправлю сейчас зиму дождемся отправим тут строить делать может еще реально одного на добычу леса вот здесь например поставить давайте так и сделаем я бы лесом реально торговал с эльфами тогда чтобы у нас денег было дофига плохо что гномов нет круче всего с гномами торговать они самые крутые бонусы по-моему дают имхо так и давайте откроем торговый путь к эльфам я конечно могу и свепрем торговать но не хочу нифиг ему давать лишнее так сюда пойдем и улучшим сразу зону вообще по-хорошему вот если бы этот меня исследовал и зарашил я думаю что я бы тут проиграл уже такая территория я только к третьей зиме более-менее военные лагеря какие-то ставлю кстати наверное я наверное вот здесь релик поставлю когда камень добываю наверное сюда стоит дом махнуть после военного лагеря ой я первый по славе ну блин вепрь вепрь как-то так по науке нехило валит а к нему проход не очень удобный так можно военные лагеря улучшать так ну сначала наверное давайте наверное улучшу лагерь разведчиков посмотрим кто у нас в соседях так куда-то отправился ворон вы слышите эти звуки это ворон кому-то отправил своих ребят кстати возможно что к вепре потому что мы слышим так мы куда-нибудь нападать сюда 12 науки 4 славы убийство эльф кому круто блин смотрите кто-то с ними вообще отношения хотя тут еще один сосед вот тут или это нейтралы или это эти гоблины могут быть кстати блин надо было еще эту территорию открывать чтобы о второго ворона убил синий отлично короче можно этих ребят ну нифига себе лаг был сейчас этих ребят можно не бояться так тут у нас волк и волк так слабенько ну хотя он один тут все-таки зачистил ладно давайте посмотрим а так это все волк нифрена себе а не слишком ли волк расселился вам не кажется вообще хочу эту территорию открыть а потом уже вот это так и где у нас у нас появился где-то третий далековато но в принципе можно дооткрывать все ворона можно не бояться больше ташу увереннее блин а вот почему тут волк тут у него куча камня черт опасненько получается так давайте военный лагерь сюда все еще у меня проблемы с едой вообще поразительно и с наукой на самом деле то есть я даже наравне с волком по науке иду потому что очень ну очень медленно для волка это нормально такое ну можно будет эту территорию заодно лишнее железо взять давайте что-нибудь улучшим кого-нибудь давайте лесорубов давайте лесорубов так что у нас тут четыре драугра да пошли наверное в ту сторону исследовать там где-то у нас релик должен быть блин побежал он на мою территорию тварь только я напал вообще по коду игры они сделали что когда ты нападаешь на территорию с монстрами монстры не лезут на тебя я видимо зашел чуть-чуть позже чем оно сгенерировалось блин у волка уже ветераны прокачаны фигасе так он все-таки нормально там зачищает все это мне так показалось мне кажется скоро волк будет рашить меня почему явно надо больше военных лагерей строить о точно вот оно зашибись из 1-2 медведика можно завалить так а когда у нас там счастье вот буквально вот вот счастье сейчас у нас появится постучиться в двери счастье у нас немерено это значит что надо еще и домики строить релик выкован но я его хочу вот здесь поставить о кстати сейчас выпадут драгоценные камни может быть удастся гном засоюзить тогда еще четыре дра угра а вот гномы кстати вот тут они ух ты мельнир начинает ковать о зашибись там где надо и тут еще вау тут они очень здорово появились мне ничего удалять не надо но вот тут есть правда где можно удалить вот например здесь вместо кузни а давайте кстати я конечно что-нибудь потом повыковываю возможно возможно и нет так а где еще тут вот тут мы наверное не будем пока ничего делать так добываем самоцветы и торгуем сразу с гномами так взлом кто-то уже задружился ну да уже есть дружочки так поехали медведиков валя почему у меня так мало еды я вот не понимаю ладно давайте мы одного лесоруба реально еды мало плюс 4 просто добывается всего лишь что за фигня так здесь я хотел вот эту поставить ну и можно а тут 4 уже так лагерь метателей топоров сюда давайте блин а мне там фу что-то я забыл совсем что я там борюсь с медведями о боже как утомительные вот эти драугры конечно не хочет их волк чистить почему в олене в оленеводы все еще метает свои копья тварина такая ну нам нету смысла с этим драться с волком сейчас так мне надо еще скауты а что у нас умер ты умер скаут так сюда давайте исследовать уже три снаряжения собрано четвертая а вон у нас четвертая есть нет пошли туда мы еще четвертую сейчас сможем добыть надо зачищать ребят я просто никак не могу армию сделать потому что у меня постоянно не хватает еды по какой-то причине хотя типа ну обычно вот этого всего хватает на самом деле так раз два три четыре пять улучшенных это у нас плюс восемь даже плюс десять будет плюс восемь это зимой так вот здесь наверное я бы поставил еще лагерь метая чтобы у нас шестнадцать можно было нанять если что так отлично здесь поехали сюда реально не понимаю почему такая постоянная нехватка еды я не получаю деньги сейчас за торговлю с гномом но я хотя бы улучшаю с ними отношения и они меня то есть я должен до улучшать во нейтралитет все они начинают давать потихоньку вот смотрите железо плюс 0.1 и камень плюс 0.1 поехали наверное или дождемся уже лето так надо бы переключить на военный вид я просто боюсь что волк скоро решит на меня нападать с другой стороны я бы на его месте на вепре поглядывал ну там вот синий рядом с ним который вынес ворона возможно он им займется кстати домик еще надо построить а мне уже негде я все занял надо выкажи территорию забирать да блин заколебали ладно он может убить его этим тут добудем ух ты волк поддержку эльфов получил ну у меня проход к вепре только через гномов получается ноу гуд так давайте вот эту территорию тут дом строим добываем науку ну вообще волк точно может пройти так значит этого сюда давайте а этот у нас будет вот тут добывать есть что мы тут четвертое выкопали увеличивает атаку на 10 и скорость атаки я бы вот эту взял увеличивает скорость атаки но к сожалению мы тут зависим от других людей атаку Субтитры сделал DimaTorzok Синий хотя бы ворона уже вынес Так, у него вон йод он походу есть Ну уже вообще поздновато, уже 86% Вы... как вы планируете выносить его? Синий, кстати, может пройти сквозь, или они не дают проход Хм Я вот, кстати, не помню, по-моему не дают... не дают проход Блин Коричевые просто вот в соседях Ну, короче, это уже поздно 90%... сколько ему зон деколонизировать надо Да, Синий сейчас зачистит гномов, к сожалению То есть не так уж и много Мы три камня получили, короче Мне кажется, они поздно нападают 80% Ну, посмотрим, ладно 91... 91... 91... Так, а мы кого-то еще не встретили, да? Вот это, что ли, еще в соседях С черным, который на него не нападает? Я думаю, да Судя по тому, что туда побежали эльфы Так, вот тут у нас еще камень Я думаю, что нам вот эту область надо забирать 92... Ну, вообще затормозилось Вообще затормозилось Да, вот оранжевый Оранжевый, типа, тут Чилит, я так понимаю Оранжевый так ну тут я добуду это железо и сделаю кузню опять есть конечно к этому моменту уже не победит фиолетовый gg он пишет то есть все таки он проиграл да это пишет вепрь куда куда бегут эльфы эльфы бегут сюда похоже не так бегают куда-то ну вот куда вот куда они так бегают куда вы сюда что ли нет сюда прибежали нормально фу время вепре вынесли моя задача была поистерить я по моему с ней замечательно справился так но вот сейчас бы мужчин его какая армия 20 то есть мне бы 20 унита взял я щас по улучшаю военные лагеря еще вот этот и вот этот явно оранжевый свален хочет защищаться серьезно ты на последних местах по науке славе ты будешь защищаться да интересно так я думаю что нам надо синего исследовать тут уже синий ну синий конечно заслуженный лидер он двоих вынес считаете так что вполне заслуженно так а участок эти должен вроде а хочу я я же уже не торгую ничем факт кстати я могу драгоценностями со всеми торговать прикол чуть-чуть этого нельзя вообще уже 2100 денег с другой стороны так 23 ну я бас давайте лекаря улучшим но остальное я бы оставил на всякий случай если убьют торфина так у нас уже 20 сил и даже даже зимой на вашей земле а Чё-то я не видел, что эти мореходы приплывут Мы все прокаченные В общем, мы с волком на атаку, а синий с оранжевым на защиту Так, сколько у нас ещё? Ну чё, может забрать ещё эту территорию? Или эту на науку? И пойти по науке, а? Давайте глянем, кто здесь Вообще можно, мне кажется Так, какая сила у коричневого? Пятнадцать Блин, ну там лошадь, походу, сейчас по славе будет побеждать Мне кажется, надо идти её Валить всё-таки Блин, ещё опять жилья не хватает Ну реально, ему там несколько областей взять и всё О, восемьдесят один процент Так Так Спрашу, сделаю я что-нибудь с синим Надо делать, конечно Надо делать Так, у нас четыре Двенадцать Так, горняка давайте тоже В армию У меня, кстати, не будет двадцать один Двадцать два, точнее А будет семнадцать, да? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Хрен тебе За шиворот Так Так, надо Контрол два Ой, контрол один Этих контрол, да, вышло Он будет атаковать сто процентов Моего торфена И мне надо сделать так, чтобы он за ним побегал Девяносто, всё Поздно Получилось у него забрать какую-то территорию Да, долго я собирался Какую интересно Вот тут он где-то, наверное, забрал Да Короче, медленный старт не позволил мне В этой партии хоть что-то кому-то подиктовать Давайте глянем, кто у нас тут Вот фиолетовый, это был Кто? Он даже развивался Вот дайдо, который Перезаходил, выходил, заходил Это фиолетовый Дальше Красный просто Драгос Он даже ничего не делал Видите, вот у него вот здесь Всё рядом с волком, который был Эти два ливнули Потом Ага, тут у нас был Ворон Которого синий Ну, синий, конечно, заслуженно победил Ничего не скажу Мне просто жалко, что у меня территория Не очень была Синий повезел, заслуженно Одного вынес соперника Другого вынес, который побеждал Ну, что поделать Я всё время волка боялся просто Да Ну, вот такая партия Спасибо, что посмотрели Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал это видео Лайк Комментарий Подписка Возможно, суперспасибо И спонсорство Спасибо за поддержку До следующих видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!